Откройте, пожалуйста, файл dynobutton.py 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 открыли Здесь задача очень простая стоит Допустим, и покажу Количество кнопок Количество кнопок вводится Количество кнопок Вводится В виде константы И программа В цикле создает Столько кнопок Какое число мы ввели Допустим, здесь 7 написано 7 создалось Если мы Делаем сколько? Сколько? А? 15? Ну давайте 15 15 Вот 15 кнопок, да? И Дальше Задача в чем состояла? Вы знаете, да? Что кнопкам Привязывается Функция Но если у нас Количество кнопок Переменное Мы можем сделать Количество функций Переменным? Почему нет? Если Количество кнопок Меняется Мы можем сделать Количество функций Тоже меняющимся? А? Код там мы пишем И отдаем Все, дальше он работает без нас, а? При изменении количества кнопок Мы же не будем Записывать Функции разные Понятно? То есть Здесь задача состояла В том, чтобы Через одну функцию Узнавать Обрабатывать Нажатие всех этих кнопок И узнавать Какая именно кнопка была нажата Вот допустим У нас кнопка Какой номер вызвать? Педьмой, да? Вот здесь появилась семерка, да? Или какой еще? Пятнадцатый вот Еще какую? Девятку? Вот девятка Так, теперь давайте посмотрим Как это сделано внутри Функция у нас одна получается Вот эта функция Она привязывается Ко всем кнопкам Ну, во-первых Вот у нас цикл, да? Цикл Где мы i меняем Вот в этом диапазоне То есть от нуля до В данном случае 14 будет, да? И потом создаем Кнопку В которой отображается Это число Плюс 1 Потому что С нуля считает кто? Кто считает с нуля? Программисты Программисты А обычные люди Которые пользуются Программами Они кто? Они не программисты Чаще всего, да? То есть Мы Для себя считаем с нуля А им даем считать с одного Ясно? Гражданские считают с одного Мы считаем с нуля Понятно? Вот И Поэтому i плюс 1 Ясно? При отображении И мы привязываем Получается Вот единичка Это у нас Правый клик Левый клик, да? Двойка А? Да 2 это колесико 3 это Правый клик Можете попробовать Нет, вот это БТ1 Это Это Вот же БТ1 уже есть А Да, вот можно В фигурных скобках Единичку поставить Это получается У нас Левый клик Двойка Это Колесико, да? Мид клик И Тройка Это Правый клик Можете попробовать И Мы привязываем Вот Бинт Вы знаете Как На их Немецком языке Это устройство Называется Степлер, да? А на нашем Английском Бинда Да Есть такая программа pdf бинда Позволяет Несколько pdf файлов В один соединитель Вот Бинд В общем Степпинг, да? Соединить Соединить Да Связать А Binden Deutsch, да? Тоже там, да? Да А степп Такого слова Да В общем Бинд Это соединить To bind Так Понятно? И еще Мы здесь используем Упаковщик Grid Упаковщик Grid позволяет На Окне Приложения Размещать Несколько элементов Управления В разных местах По координатам Вот допустим Да Ряд будет I Переменный, да? А колонка Нулевая, да? Ну Получается Задавая Ряд и место Можно Располагать Элементы Управления Где нам надо Ясно? У нас задача Мы же это готовим Для того, чтобы Отображать данные Из базы данных А в базе данных Количество Допустим Строк Ну или колонок Может быть переменным Вот например Папка входящий Да? В письмах Да? Вот один из образцов Базы данных Мы заранее знаем Сколько будет у нас Писем входящих Нет И Там еще используется Пагинатор 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 По русски Пагинатор И Эти страницы Разделяет Django В инбоксе Видели, да? Это потом В общем Здесь пока без Пагинатора Вот То есть Grid Сюда Нулевую колонку И с номером строки Поставил Да? И Здесь у нас есть Список Ну в общем-то Это лишнее действие Получается Это можно было бы не делать И Вот это лишнее действие Теперь вот смотрите Когда мы Вызвали функцию ButtonPress Если мы Через бинт Вызываем Можно соединить Через бинт Или через команд Вот в такинтере Увидели В некоторых местах При объявлении кнопки Прямо здесь команд пишут Да? Если мы через команд Создаем То нету параметра Event События А если Мы через бинт создаем То можно добавить Параметр Event То есть добавляем А Event То есть С какой кнопки Пошел вызов Ясно? И вот здесь Event Виджет То есть с какого виджета И Вот через Seaget Можно получить Доступ к внутренним Данным кнопке Внутренние данные кнопки Это текст Цвет фона Цвет текста И так далее Да? Шрифт и так далее Вот Мы получаем К параметру текст Вот Здесь же мы задали параметр Текст И к нему мы получаем Доступ И его распечатываем Вот и все Ловкость рук И никакого мошенничества Да? Ясно? Это в общем то Небольшое приложение Но это приложение Ключ к тому Как делать При помощи Такинтера Приложение Баз данных Например Вот Если вы будете создавать Конкурентов Для 1С Или Конкурентов Для АВН Или Подобные системы Вот это приложение Нужно Чтобы понять Как Отрабатывать При помощи Такинтера Интерфейс Базам данных Ясно? Как оно работает Понятно? И Внутри Что как сделано Понятно? Я его намеренно Сделал маленьким Вот это И вот это Даже излишне Вот Спасибо Да 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 Вот И Вот Тоже самое Будет Аппенд Это Списками Надо Добавить Списки Вот Аппендикс Вырезали Нет? Нет Аппендикс Она Добавлена В общем Да Аппенд Это Добавить Ясно? Список Да Аппендикс Это То что Добавление Да От Какой кишки Аппендикс 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 Ну От Толстой Наверное Да От толстой Кишки Да Вот К ней Добавлено Вот Такое Называется Слепая Чишка Да И вот Слово Аппендс Чтобы легко запомнить Я об этом говорю Понятно? Есть хороший способ Мневонический Чтобы что-то запомнить Надо это с чем-то связать Если вот Аппендикс Аппендс То есть связывается с аппендицитом Да То легко запоминается Ясно? Да Да По этому коду Да Надо его задать тогда? Вот Если мы через бинт вызываем Да? Ивент Вот он В скобках После названия функции Угу Мы работаем дальше С ивентом А здесь Да? Ивент Задает Сама система При вызове этой функции Мы же сами Напрямую не вызываем функцию Мы просто Привязываем Кнопки Да Мы привязываем функцию Кнопки И после нажатия кнопки Эта функция вызывается Если мы через бинт Привязываем Да? То вот можно создать ивент А Через ивент Мы уже можем Дополучить доступ Именно К той кнопке Которая была нажата Если мы через комманд соединим То Мы не сможем Определить Какая А? В команде Ивент Не отлавливается Вроде Попробовать надо Вот Я вам покажу Старый вот дайна батон олд здесь через команд соединено и мы пытались получается через список найти да так вот состояние в каждом из них вот он везде статус нормам дает должен был дать статусу что кнопка нажата вот здесь через команд соединено и ивента нету мы пытались через статус стоит узнать но вот так он не успевает статус дать в общем поэтому вот этим методом вот таким способом мы находим какая именно из этих всех кнопок была нажата ясно так теперь зачем это надо да это надо нам для того чтобы вот в прошлый раз я вам показывал джейсон файл мы его вписали в базу данных получается это ключ это название да ключ увеличивается с одного до четырех а это кафе да супара фаиза мадина ну это рынок мадина в котором несколько кафе и дянувай тоже сеть кафе да в каждом из них какое-то одно коронное блюдо есть да остальные невкусно а вот коронное они вкусно и здесь уже мастер детайл то есть связь один ко многим да мастер один а детайл много здесь тоже детайл айди возрастающая да и нейм получается самса да и мастер айди четыре это значит где самсу вкусно готовят да здесь вкусно готовят да потом детайл айди два да детайл нейм лакман так где его вкусно готовят в мадине да потому что здесь совпадает дальше детайл айди три да детайл нейм гульчатай где его вкусно готовят видели да это где находится по дороге в койтаж там вот вот это блюдо там хорошо готовят да так еще четыре ол ол это что все да алис да и где ол все хорошо готовят да их две тоже получается и пятый получается пешпормак где его хорошо готовят тупоре в общем вы поняли да что такое реляционная база данных это означает что на одного мастера может быть две детали да то есть много к одному мастер таблица 2 detail таблицы может быть то есть на получается на супору да у нас где детали где один один ко многим да где супора вот то есть в супоре какие блюда хорошо готовят нами расскажите да третье и пятое может быть ни одного тоже да просто не хотим обижать поэтому не пишем такие игры ни одного хорошего блюда я бы написал на ватт если они на ватт в котором ни одного нету да вот и теперь задача в том чтобы отобразить их на гриде вот лейблами понятно ну здесь получается создают обычные лейблы да привязываются к гриду и потом дальше идет список по мастеру дэйта мастер да дэйта это у нас вот этот джейсон файл да в нем есть мастер и дитейл да потом получается мастер айди получают и нейм да через функцию get вот вы посмотрите по джейсону и создается лейбл которым желтым цветом номер пишется да идентификатор и красным цветом это уже название да и потом вторая таблица ну это шапка она не меняется вот цикл для второй таблицы дэйтэйл здесь уже три получается да это номер дэйтэйл да это название блюда и третье называется форин ки или внешний ключ то есть как он привязывается к мастеру и вот цвета тоже желтый красный желтый здесь пока ничего не нет никакой динамики здесь вся статика вот запустим файл 4.1 пай файл нашли да запускаем ну и вот получается здесь кнопки кнопок нету и вот это приложение постепенно ребята преобразовали здесь пока все статика если вы добавите джейсон давайте попробуем добавить кафе на ват и в нем ни одного они на суд не подойдут за то что мы в ютубе говорим что у них нет ни одного вкусного блюда в 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 там у них не блюда там у них официанты танцуют а затем нам нам надо блюдо вкусное вот и ни одного да получается пятого у них ни одного да вот вот дальше ну здесь присоединение к базе данных фаербейса потом это все будете проделать то есть мы база данных получаем джейсон а джейсон можем уже отобразить в элементах управления да вот а потом меняем джейсон и обратно отправляем в базу данных ясно это может быть фаербейс бесплатная база данных от гугла или если вы будете покупать уже хостинг ну фаербейс тоже можно купить когда объем большой будет да это как google диск или как youtube а хостинг если покупать ставить джанго там есть такой джанго рест еще с ним разберемся хорошо тоже через джейсон вот джейсон вот джанго слышали про ajax когда не вся веб страница меняется а ее часть вот сервера запрашивается джейсон файл и именно вот эту часть маленькую уже джаваскриптом переделывают ясно вот и или вот все мобильные приложения большинство из них через джейсон у них протокол обмена данных с сервером потому что в джейсоне нет лишних данных допустим если в xml там видели xml html видели там куча много букв да там тег начинается с этим же именем заканчивается xml это вот то же самое почти что в общем одни и те же данные большим объемом котируется а джейсоне минимум лишней информации вот так у нас по джейсону есть специальный плейлист так да вы видели с отягчающими обстоятельствами дальше у нас чтобы чтобы это приложение оживить оживить так так чтобы его оживить сейчас я и вот это приложение оживлено так мы сюда добавим назад да так 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 и отключить надо эту соединялку файл бейзу да отключим так и вот получается вот нажимаем единичку рядом с упорой да у нас появились без глючитая без промаха вот это лайды он неправильно отобразил нажимаем двойку рядом с аизой ол да нажимаем тройку рядом с мадиной лагман да нажимаем четверку рядом с мадиной джануваем ламса нажимаем на ват и ничего так давайте теперь рассмотрим код так здесь вот при нажатии кнопки во первых до нажатия кнопки смотрите точно так же делается цикл да и колонки на мастер создаются да для начала он создал все оказывается детали отобразил все а в этот функцию после нажатия что делает во первых делает цикл и те детайлы которые были записаны затирает потому что может быть блюд оказаться же меньше чем предыдущий раз было вот допустим у нас в супоре два блюда а допустим в мадине одно да надо же чтобы блюдо от супоры не осталось а в новате вообще ни одного да поэтому сначала он стирает понятно а потом здесь с детайла заводит ясно сейчас делают вариант чтобы можно было исправить название блюд детайл и она сохранилась то есть это уже можно обновлять данные в базе а потом будет добавление удаление понятно вот эти операции с базами данных вот и как к этому пришли чтобы эту задачу выполнить я им давал упрощенные задачи первая упрощенная задача была вот такая кстати вопросы есть по вот этому коду по пятому вопросу антворд это ответ да а вопрос был а фрага а фрага а бандзи айна фрага да или не так а а а have you got a question да вместо эй они говорят айна да всегда не всегда не всегда а а а а а и же произошло от вам в английском языке потом так где да это так где так а так расположение вот рэлэйтивны относительное расположение по иксу относительное расположение по игре так интер когда пройдете до конца там объясняется вот фрейм вот привязка внутри фрейма мы располагаем лейблы понятно так здесь по логике все понятно да надо еще попробовать поковырять да хорошо и с матрицами задача была такая сколько колонок сколько строк сколько сделаем колонок 5 а строк 3 да и старт делаем вот здесь кажется аж отпечатка у него вот 6 на единицу меньше получилось да на единицу меньше но вот создает лейблы и в каждом из них расписывает индексы а вот как если кто изучал по ушмату матрицы вот индексы матрицы есть ну если кто не изучал здесь это номер строки а вторая цифра это номер колонки ясно да нет он просто на один меньше сделал получается программ можете исправить тоже да 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 тоже можете исправить сами в коде и посмотрим код так ну у нас получается два цикла цикл в цикле один цикл создает толпцы другой строки и вот ай плюс джейд да вот преобразовываемые строки между ними пробел понятно да вот и меняется вот до пе от одного до первого entry до второго entry в общем здесь исправить надо можете сами попробовать исправить хорошо так и сюда выводится уже индексы так вот понятно да так и следующая программа она уже условие было такое допустим 5 и 3 да так уже исправил да строк г что за строк г так так ну не судите слишком строго так уже исправил да получается и строки колонками и теперь какое из них нажмем вот 2 3 3 3 помните у нас был список кнопок вот это похоже только уже в 2d вот можно 50 60 они помещаются на экран да у у до 29 и так здесь здесь убьем сейчас так 20 на 20 пусть будет да 20 на 21 да например да вот вот до 21 строк тоже местами перепутал коса и понятно да а работает программа так же как и та здесь получается рисуются в цикле кнопки да вместо лейблов и потом к ним соединяется биндом биндом соединяется вот эта функция а в этой функции мы уже вот создаем лейбл и в этот лейбл выводим то что нарисовано на этой кнопке через event и лейбл привязываем к какому-то месту по координатам где где это получить по-английски так и параметр текст текст получить так и получается что сделав вот это уже потом смогли сделать матрикс 5 матрикс 5 где у нас fire tk 5 ясно теперь можете сами поэкспериментировать с этим кодом менять следующее у них будет уже изменение данных удаление добавление а потом этот джейсон будет привязан к фаербейзу на сервере и после этого уже можно будет что делать можно будет уже ходить по компаниям и предлагать написать им приложение или вот кто-то в какой-то компании уже находится да понятно да урмат уже просветляется да так так вопросы есть по всем вот этим показанным надо еще поковыряться да но обязательно надо вам просмотреть текинтер обязательно просмотреть отягчающие и до конца до конца до конца чтобы мы начали делать приложения которые уже будут применять где-то вот допустим ну мы уже говорили например вот ходят люди по магазинам и спрашивают какого товара только привести да лучше продавец может через приложение сообщить тогда можно этому человеку зарплату не платить да компания выгоднее и часть этих денег дадут вам на разработку приложения или много чего еще можно напридумывать хорошо